Историк, американский историк российского происхождения, доктор исторических наук Юрий Ферстенский. Здравствуйте, Юрий. Юрий Георгиевич, мы вас приветствуем. Ну, я уже сказал, что попытаемся искать где-то как-то исторические параллели. Я слышал, что Сталин после того, как немецко-пашистская Германия была побеждена, имел разговор с кем-то из своего окружения и спросил, сколько же у нас жертв. Ему сказали 27 миллионов, и он прикинул-прикинул, что завоевал, сколько погибло, и он сказал, ну, в общем-то, пришло к нам больше, чем ушло. К чему я это веду? Буквально вчера я прочитал о том, что вот 21 марта, ну, я это знал, просто вчера оно снова всплыло в ленте новостей. 21 марта Путин в режиме видеоконференции проводил совещание с секретарем Совбеза Патрушевым, министром обороны Шойгу, начальником генштаба Герасимовым и главой ФСБ Борниковым. Во время обсуждения ситуации на фронте речь зашла о количестве потерь. И Герасимов, который пытался охарактеризовать количество этих потерь, сказал, что они существенные. Я напомню, что по данным украинского генштаба, на тот момент потери составляли российских войск около 15 тысяч убитыми. Путин перебил его и спросил, что значит существенные. Но ответа не дождался, потому что, видимо, он ему вообще не нужен был. Так Путин перебил его и отметил, что допустимые потери и 30, и 50 тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы. Но при этом Путин добавил, что максимально нужно беречь военную технику. То есть технику беречь, людей не жалеть. Как вы думаете, есть ли какой-то предел человеческих жертв, который мог бы стать для Путина стоп-линией? Или кровожадности диктатора нет предела? Ну, я не знаю, действительно ли были сказаны те слова, которые вы процитировали. Но, скажем так, я не думаю, что они буквально так были сказаны. Но ничего удивительного по существу в этом нет. Потому что, действительно, и исторически, в том числе, Россия всегда теряет людей в войнах без оглядки на количество жертв. И вы процитировали Сталина, вернее, пересказали, как бы разговор Сталина. Я не думаю, что уже в 45-м году могла существовать цифра 27 миллионов, просто потому что ее невозможно было тогда посчитать. И официальные советские данные, как вы знаете, были принципиально меньшими. Другое дело, что они потом поправлялись уже на уровне 56-го года и все равно были меньше, чем реально. Но суть заключается в том, что и российскому государству, и российскому народу, как-то не странно звучит, и уж тем более российскому руководству, абсолютно все равно, сколько людей гибнет в войне. И это не фактор. То есть это теоретически может стать фактором, если каким-то образом армия не сможет набирать в свой состав необходимого количества солдат. Но поскольку для этого есть разные рычаги и стимулы от насильственного до финансового, то, как я понимаю, пока этой проблемы не существует. До тех пор, пока ее не существует, в общем-то Путину во всех смыслах все равно, сколько российских солдат гибнет. Ну а если эта проблема возникнет для него, и набирать будет сложно в армию людей, то, наверное, российское руководство начнет решать это через какие-то рычаги. Скоряя, либо финансовые, либо насильственные, либо сочетание финансовых и насильственных. Вы знаете, есть такое мнение, что Путину абсолютно не нужны земли, которые он захватывает. Что вот все, к чему он прикасается, оно просто истребляется. И вот я знаю, не знаю, готова ли сейчас эта инфографика. Мы даже вот фотографии можем показать захваченных территорий России. И, в принципе, никто не вкладывая деньги в их реконструкцию. Вот до России, вот после. Вот русский мир как повлиял на эти места. В принципе, видите, цветущие города, которые когда-то были цветущими и прекрасными, они просто остаются, насколько я понимаю, это сейчас Алеппу показывают до и после бомбежки. Скажите, почему вот такая идет технология выжженной травы? Почему все, к чему прикасается Путин и его армия, все выжигается, не восстанавливается? Хотя сколько раз говорили, что мы на этих территориях построим такое, но по сути ничего-то и не строится. Ну, это мы, наверное, будем слишком наивны и даже глупы, если будем ожидать от российского руководства вкладывание денег в ими же разрушенные районы. У меня есть, конечно, предположение очень нехорошее, что поскольку программа Путина действительно принципиально как бы серьезнее, чем Украина, то ему сейчас не столько важно захватывать нетронутыми территориями и потом их обживать и даже в каком-то смысле эксплуатировать, сколько напугать весь остальной мир уровнем разрушений, которые можно ожидать от Российской Федерации, если ей не начнут отдавать уже просто все, как говорится, за бесплатно с поднятыми ручками по первому требованию. Я не исключаю, что в этом и есть ответ на вопрос, почему мы видим такой уровень разрушения. Может быть, это также связано с тем, что армия, ну, у которой всегда во время войны есть какие-то свои специфические задачи, естественно, во всех войнах, у всех государств, но тем не менее в Российской Федерации армия подчинена госбезопасности. Я думаю, что это очень важный момент, который нельзя недооценивать, потому что мы знаем, что в немецкой армии во Второй мировой войне были регулярные части немецкие, а были эсэсовские части, перед которыми стояли определенные задачи, отличные от чисто военных задач. Так вот, у российской армии, которая вся подчинена эсэс, как бы, да, российскому эсэс госбезопасности, стоят абсолютно специфические задачи, суть которых заключается в том, что они должны устрашающий эффект производить, да, на те страны и те территории, куда они входят. Я думаю, что, как бы, главная проблема в этом. Поэтому мы видим, что война ведется не, ну, не в каких-то традиционных рамках, да, когда важно подавить военную силу противника, что нормально, да, там, обеспечить безопасность вроде бы, да, оккупированных объектов, что нормально. А мы видим попытки не только подавить живую силу противника, а истребить все гражданское население и уничтожить абсолютно все жилое, даже не живое, а жилое, да, что попадается на пути. Ну, вы знаете, мы вот буквально позавчера разговаривали со своим приятелем, и как раз мы затронули вот эту тему расширения Российской империи, которая расширялась, по-моему, уже, ну, все время своего существования, где-то чуть удачнее, где-то не очень удачно, но все равно за сотни лет, скажем так, империя разрослась. И мы не могли объяснить, скажем так, с точки зрения логики здорового человека, зачем Россия это делает. Потому что, ну, вот, например, там, часть России, которая сейчас является официально и давно частью России, но она же абсолютно не освоенная. То есть люди в некоторых регионах вот просто застряли где-то в прошлом. Во многих российских регионах нет газа, хотя Россия это одна из крупнейших газодобывающих стран мира. Да, ну, там, во многих регионах нет света и так далее. То есть Россия, заняв эти территории, она ничего не принесла. А зачем Украине, вернее, зачем Россия и сейчас Украина? Это было связано просто с тем, что тут живет народ, который каким-то образом не хотел жить в этом русском мире. И что такое вообще за идея русского мира? Вы, как историк, можете объяснить вот это понятие, которое все трактуют по-разному? Русский мир, вот в том понимании, в котором его понимает условный Кремль. Ну, во-первых, это, естественно, некая идеология, созданная, выдуманная в Кремле для того, чтобы оправдать имперские амбиции. И, ну, империи существовали в мире, да, и в основном они все умерли, да, в результате катаклизмов, ну, допустим, на уровне 1918 года или даже на уровне 1945 года, если иметь в виду амбиции Германии, имперские амбиции Германии и имперские амбиции Японии. А в том-то и дело, что мы сейчас имеем дело с, ну, неким таким возвратом в прошлое, да. Ну, представьте себе, просто вот представьте себе, что Австрия, которая, как империя, распалась в 1918 году, начнет делать заявление о том, что они не признают границы 1918 года и, соответственно, считают, что все те территории, которые входили в Австро-Венгерскую империю, являются собственности Австрии, да. Ну, вот как мы на все это начнем реагировать? Ну, мы решим, наверное, что правительство Австрии там сошло с ума, допустим, да. Если мы увидим поддержку австрийского народа в этом вопросе, ну, мы решим, что весь австрийский народ сошел с ума. Как когда-то уже один раз произошло в конце 30-х годов. Но иначе, как признаком сумасшествия, да, мы все это не сможем считать. И дальше, конечно, проблема возникнет в том, если у Австрии реально силы, армии, ядерное оружие для того, чтобы начать захват потерянных в 1918 году территорий. Это один такой фантастический исторический пример. Или второй исторический фантастический пример. Чехословакия, которая мирно и дружно распалась на две страны, разделилась на Чехию и Словакию. Вот представьте себе, если вдруг президент Чехии сейчас сделает заявление о том, что Чехословакия, Чехия не может существовать без Словакии. Вот не может, да. Вот Путин сдерживает заявление о том, что Россия не может существовать без Украины. Вот, где он сделает заявление о том, что Чехия не может существовать без Словакии. И, соответственно, будет исправлять историческую ошибку, которая была совершена при разделе Чехословакии. Вот то, с чем мы сталкиваемся с Путиным. То есть, обсуждать все это с точки зрения разума, рационального подхода, переговорного процесса, ну, действительно бессмысленно. Разница только в том, что, к сожалению, Россия огромная страна. И вы правы, да, это огромная страна, которая не освоила девять десятых своих территорий, если не больше, кстати говоря. Я просто не подсчитывал. Но если посмотреть на карту, то понятно, что абсолютно все территории Российской Федерации, которая до сих пор является все равно огромной страной, даже после развала Советского Союза, они все не освоены. Там не живут люди. Там за речайшим исключением нет культурной жизни. Там как бы ничего нет. Но, тем не менее, с точки зрения имперской, Путину важно не осваивать внутрироссийские территории, которые, как говорится, давным-давно их, и на которые никто не претендует, а захватывать и подчинять себе другие государства и другие народы. Потому что империя отличается от ней империи только наличием вот этих вот подчиненных других, относительно небольших по сравнению с главным народом, с российским народом. Поэтому, естественно, в эту орбиту попадает для Путина Украина, Беларусь, Молдова. Ну и следующие на очереди будут стоять государства Балтии. Это понятно. Вот, собственно, и все. Значит, у Путина взгляд на происходящее, как говорится, простой. Он считает, что Россия великая империя, а для Великой империи нужны территории. Потому что иначе, какая же это Великая империя, если никаких подвластных территорий и второстепенных народов, подчиненных главному, великому, основному русскому народу. Нет. Вот это и есть концепция русского мира, что есть, во-первых, русский мир, где живут русскоговорящие люди, или потенциально русскоговорящие люди, которые мечтают стать частью единого с Российской Федерацией государства. Опять же, тут тоже ничего нового нет. Это то, что один раз уже нам как бы организовал в Европе Гитлер. Когда он попытался и, кстати говоря, в целом бескровно объединить всех немцев в границах одного государства. И надо сказать, что до тех пор, пока речь шла об объединении, бескровном объединении всех немцев в пределах одного государства, конечно, режим гитлеровский от этого становился не менее нацистским, чем он был. и, конечно, уже тогда было ясно, что он подразумевает уничтожение каких-то других народов, например, евреев. Но до тех пор, пока Гитлер не вошел в Польшу и не стал расширять границы вот этого русского немецкого мира, на другие народы, большой войны как бы не возникла. Большая война возникла 1 сентября, когда Гитлер напал на Польшу, которая к германскому народу точно никакого отношения не имела. И некое повторение вот этого вот сценария мы видим сейчас, безусловно. Поэтому, к сожалению, к сожалению, в истории уже мы один раз через все это проходили, заплатили достаточно большую кровь за то, чтобы этот конфликт, эта война закончилась, я имею в виду Вторую мировую войну. И тогда она обошлась миру примерно в 60 миллионов человек. Сейчас, к сожалению, из-за наличия ядерного оружия эта потенциальная война имеет риск стать термоядерной и привести к гибели может быть даже большего количества людей. Это, повторяю, если мы все-таки не попробуем эту опасность возникшую задушить уже сейчас, а не будем, как Европа в 1939 году, ждать, пока она как бы выйдет в бесконтрольные какие-то просторы военного столкновения. Я подозреваю, что чем дольше мы ждем, тем больше шансов у нас оказаться в термоядерной войне. Я думаю, что на эту тему мы сейчас еще обязательно поговорим, перейдем к ней. Но заканчивая разговоры об имперских амбициях Кремля, хотелось бы задать вам следующий вопрос. Как вы думаете, насколько далеко может завести Путин и его одержимость идеи расширения империи? Где, если гипотетически представить, что Украина вдруг эту войну проиграет, где тогда остановится Путин? Ну, скажем так, после того, как он присоединит Аляску, которая, как мы знаем, принадлежала Российской империи, то, может быть, уже у него возникнуть проблемы, потому что дальше уже придумывать, что еще принадлежит Российской империи, будет довольно сложно. Но, понимаете, ведь можно даже и сейчас там хихикать, да, говоря про Аляску, так, что, ну, кто ж Путину отдаст Аляску. Но, дело в том, что в 2013 году, согласитесь, можно было вполне справедливо услышать фразу, ну, кто ж Путину отдаст Крым, да, или, ну, кто ж Путину отдаст Финляндию, а уж тем более, ну, кто ж Путину отдаст всю Украину. Понимаете, как бы абсурдность ситуации, да, она настолько очевидна, да, что, что вроде бы не требует никакого объяснения, никакой дискуссии. Тем не менее, согласитесь, что, начиная с 2014 года, нам все эти российские требования уже кажутся менее удивительными, да, вот в 2014 году нас удивило, что Россия вошла в Крым, оккупировала Крым и сказала, что Крым это территория Российской Федерации. Ну, это как бы удивительно было с точки зрения международных норм и законов, потому что для разрешения территориальных споров существуют какие-то в конце концов международные инструменты, они может быть несовершенные, они может быть исторически не всегда приводят к желаемым результатам, но тем не менее, но тем не менее, это как бы этот инструмент существует, да, и главное, что из опыта, из практического опыта мы знаем, что война точно не является ответом на разрешение территориального конфликта, потому что захватить территорию недостаточно, нужно еще, чтобы международное сообщество этот захват признало, а если этот захват не признан, он на самом деле становится достаточно проблематичным, посмотрите на израильско-палестинский конфликт, Израиль с военной точки зрения выигрывает все войны, Израиль с военной точки зрения всегда как бы получает все стратегические территории или территории, про которые Израиль считает, что они исторически принадлежат Израилю, без особых проблем, но от того, что Израиль эти территории захватывает, совершенно ничего не меняется, потому что никто этих как бы присоединений не признает, да, и таких примеров очень много, Нагорный Карабах армяно-азербайджанская война, да, еще один достаточно яркий пример, Крым еще один совершенно очевидный пример, да, Россия захватила Крым, в общем-то, без боя и без потерь, от того, что она его захватила, ничего не меняется, этого захвата никто никогда не признает, то же самое относится к Донбассу, ну, и то же самое естественную эпоху еще в большей степени, сейчас относится и будет относиться ко всем намерениям Путина захватить там какие-то еще куски Украины или всю Украину или Молдову, то есть этого никто никогда не признает, значит, эти захваты создают режим как бы вечной войны, абсолютно вечной войны. Смотрите, за последние 25 лет нет ни одного соседа с Российской Федерацией, с которым бы Россия не поругалась, и у всех соседей рано или поздно Россия оттяпывала кусочек земли, но чем отличается агрессия по отношению к Украине, это показательными издевательствами над жителями Украины, массовые показательные издевательства, причем да, для внутреннего потребителя Россия как бы оправдывается, неуклюже, но оправдывается. Лавров также делает громкие заявления, если его провоцируют иностранные СМИ, что нас там не было или мы не виноваты, это все постановка, мы здесь ни при чем. Хотя весь мир прекрасно видит, что происходит. И Россия знает, что, например, в фильтрационных лагерях, когда издеваются над людьми, рядом стоят сотрудники Красного Креста, они все это видят, они все это фиксируют, они об этом говорят. Очень много журналистов видели своими глазами, что происходило в Мариуполе, потому что, когда привезли иностранную прессу поснимать кадры освобожденного якобы Мариуполя, то французские журналисты сделали видеосъемку братских могил под Мариуполем и опубликовали в интернете и они были просто в шоке от того, сколько мирного населения погибло. Ну, то есть Россия в какой-то степени не стыдится того, что происходит. Я хочу вас спросить, почему Путину так важно показательно уничтожить Украину? Вот почему все выжигается? Это какое-то показательное наказание, карательная какая-то спецоперация для чего? Для того, чтобы устрашить Запад, для того, чтобы устрашить другие страны. Почему он это делает? Ну, я думаю, что да, вы правы, это абсолютно карательная операция. И суть этой карательной операции заключается в том, что если вы не сдаетесь, мы вас уничтожим. Это то, что Путин провозгласил, кстати говоря, да, открыто, и обосновал это даже своей исторической статьей о том, что нет такого народа, нет такой страны, нет такого государства, да, поэтому откровенно он просто, ну, Украину поставил в такое положение, что при всем желании, как говорится, сдаваться-то, сдаваться некому, потому что сдаваться можно противнику, который, ну, я даже, я даже не знаю, да, но будет соблюдать, ну, какие-то общепринятые международные правила, а сдаваться как бы людоеду, который запланировал тебя съесть, совершенно бессмысленно, потому что тебя съедят, и на этом все закончится, но, но повторяю, я думаю, что вот это вот там уровень бесстыдства, наглости, открытости, с которой все это делается, связан прежде всего с тем, что для Путина это не конец игры, не конец войны, не конец политической программы, а только начало, и что ему в этом плане тоже некуда отступать, он не собирается никуда отступать, он собирается идти до конца, а в чем заключается этот конец, это более сложный вопрос, я думаю, что я знаю на него ответ, но совсем как бы наверное не все именно так смотрят на происходящее, наверное до сих пор остаются люди, которые считают, что за пределы Украины, Украины Путин не планирует идти, или не пойдет просто потому, что увидит, что сил на это нет, я так не считаю, я считаю, что Украина первая первая жертва в этой войне и битве, но далеко не последняя, и что битва на этом не заканчивается, а только начинается, но как мы уже видим, мы уже там три с лишним месяца в формате войны живем, и ну к этой реальности привыкаешь и уже как бы понимаешь, что если это продлилось сто дней, значит это может продлиться и еще сто дней, и еще сто дней, и еще сто дней, да, поэтому я думаю, что мы в войне, просто вот, что мир уже обошел в стадию Третьей мировой войны, да, просто еще не все территории это как бы ощущают, пока что это ощущает только Украина, и за счет того, что Украина хорошо воюет, весь мир получил неожиданно, кстати говоря, для себя, потому что никто не ожидал, что Украина будет так воевать, весь мир получил передышку, вернее оттяжку какую-то, да, для вот того, чтобы столкнуться с реальностью там, второй фазы этой войны, и ну, конечно же, надо этим моментом и временем пользоваться, конечно, надо готовиться к дальнейшим битвам, я искренне надеюсь, что это то, что происходит, я как бы просто не знаю, естественно, у меня нет никакой информации за пределом того, что в газетах публикуют, но я думаю, что это то, что происходит, что всем понятно, что Путин не планирует остановиться, что с ним нельзя ни о чем договориться, с ним бессмысленно разговаривать, ну, кстати говоря, с Лавровым тоже, вообще я бы считал, что как бы сама идея каких-то разговоров с этими людьми, она бессмысленно точно так же, как бессмысленными были переговоры с Гитлером и Риббентропом уже после 1 сентября 1939 года, да, все эти разговоры и переговоры с ними уже были бессмысленными, а до, может быть, была иллюзия, ну, отчасти, иллюзия, вещь нормальная в политике в том числе, что, может быть, можно договориться, может быть, можно что-то предотвратить, но это, как говорится, до 1 сентября 1939 года, поэтому до 24 февраля 1922 года, может быть, действительно, были какие-то иллюзии очень многих политиков о том, что с Путиным может быть, о чем-то можно договориться, но на самом деле, как бы, это же, не мы не хотели с Путиным договариваться, да, это же Путин не хотел ни с кем, ни о чем договариваться, и тогда не хотел, и сейчас не хочет, поэтому... Если бы это кто-то объяснил Макрону, как минимум, да? Да. Юрий Георгиевич, мы уже вот сегодня с вами в разговоре упоминали о возможности термоядерного удара, и я хотел бы, мы обещали зрителям на эту тему поговорить, вы говорили, что Путин, скорее всего, готов на ядерную войну, если ему не дадут того, чего он хочет получить. Давайте рассмотрим такой вариант. Вот Путину не дают то, чего он хочет получить, а в каком случае возможен этот удар? Потому что я помню, что в недавнем своем интервью вы рассказывали, что, в общем-то, вокруг Путина, начиная там с 2000 года, подбирались и были подобраны люди, которые в состоянии нажать на ядерную кнопку, то есть он специально себя этими людьми окружал, и в одном из наших эфиров вы говорили о том, что очередь для того, чтобы нажать на ядерную кнопку, состоит там из, ну, там, сотни людей. Каким будет следующий уровень, если Путин не удовлетворит свои хотелки в Украине? Ну, во-первых, еще раз, это очень, я думаю, важно понимать. Аппетиты Путина удовлетворить нельзя, потому что он хочет все. Вот, понимаете, он хочет все. и, собственно, он открыто это декларирует, поэтому его аппетиты нельзя удовлетворить, так что дискуссия об удовлетворении аппетитов Путина, о том, чтобы там он вышел из этой ситуации, сохранив лицо, или еще что-то, они совершенно бессмысленные, они бессмысленные из-за того, повторяю, что Путин хочет все. да, значит, поэтому выбора у Запада нет, никакого, да, я не знаю, все ли это уже на Западе понимают, или кто-то понимает, а кто-то не понимает, может быть, Запад, как обычно, очень медленно до всего доходит, но, но я думаю, что вот, вот к этому банальному пониманию, что интересы Путина нельзя удовлетворить, потому что он хочет все, либо уже пришли, либо очень скоро придут, да, значит, это, это, это первая часть, вторая часть, понимаете, мы не знаем, никто из нас не знает, что такое термоядерная война, поэтому мы, конечно, фантазируем, мы можем какие-то прогнозы, прогнозы, да, там, у меня есть некое предположение, каким образом Путин начнет, как говорится, подбираться к этой ядерной кнопке сам, да, подбираться, потому что это действительно не очень банальное решение, потому что у них там в Кремле и на Лубянке тоже никто не знает, что такое термоядерная война и к чему это приведет, абсолютно непонятно, да, никому это, можно какие-то делать военные игры, просчеты, расчеты, но это все равно к жизни не будет иметь никакого отношения, да, поэтому термоядерная война это такая вот совершенно черная дыра непонятная, непонятно, что, что там произойдет, да, в этой дыре, если не дай бог, как говорится, мы дойдем до термоядерной войны, и, наверное, Путин, в принципе, хотел бы получить все без термоядерной войны, другое дело, что, поскольку, ну, мир так устроен, даже не потому, что в нем есть, там, хорошие люди или плохие люди, умные политики, глупые политики, но мир так устроен, что нет, опять же, инструментов, их просто не существует, которые могут Путину что-то дать, нет, нет таких инструментов, да, нет структур в мире, на Западе, в НАТО, в ЕС, в Организации Объединенных Наций, которые могут отдать Путину, я не знаю, Крым, для простоты разговора, да, я уже не говорю про Донбасс, я уже не говорю про Украину, ну, вот просто не существует таких инструментов, это нереально, да, никто Путину ничего дать не может, да, вот, 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 собственно, и все, да, поэтому ситуация в этом смысле для Путина, конечно, тупиковая, и Макрон, он может, я не знаю, какие там мысли в голове у Макрона, ну, наверное, как любой нормальный человек, он хочет остановить войну, остановить кровопролитие, он хочет, чтобы все дружили и пили шампанское, ели устриц и французский сыр, но кто что не хочет, и Макрон этого хочет, проблема только в том, что он не может все равно от Путина этого добиться, потому что Путин хочет все. Как вы думаете, сколько есть времени у мира? Потому что, ну, мы же понимаем, что Путин хочет полномасштабной войны, сколько есть у Запада времени для того, чтобы подготовиться и для того, чтобы как-то смягчить вот этот удар и как-то угомонить Путина. Не просто Путина, а еще и коллективного Путина. Ну, понимаете, вот для того, чтобы смягчить удар и уговорить Путина, на самом деле нужно две недели. В этом, в этом самое, как говорится, обидное. Вот самое обидное в происходящем заключается в том, что если, как бы, НАТО вошло бы в эту войну, то она бы закончилась за две недели. Просто потому, А когда она доступит? Как вы думаете? Вот сколько они еще будут ждать и тянуть? Вот это очень сложный момент. Я вам честно скажу, во-первых, я всегда ошибаюсь в сроках. Я ошибаюсь в сроках, как мой жизненный опыт показывает, на шесть лет. Вот серьезно, на шесть лет. А в случае украинской войны я даже ошибся на восемь лет. между нами говорят. Но это, я думаю, из-за ковида, из-за того, что ковид заморозил мир на два-три года. Поэтому у меня есть как бы тенденция ошибаться на шесть лет. А при этом я не вижу сценария, когда российско-украинская война будет продолжаться шесть лет, потому что это не Афганистан. и вообще я не вижу сценария, когда эта война будет оставаться в границах Украины долгое время. Безотносительно военных успехов той или другой стороны, потому что я думаю, что у российской армии есть задача как бы такая, не знаю, как ее назвать, стратегическая, наверное, выйти к границам Приднестровья и, соответственно, захватить Молдову и выйти к границам Румынии. Я думаю, что эта задача есть и что она будет осуществляться параллельно с введением военных операций в Украине. То есть, повторяю, я думаю, что на расширение фронта этой войны естественно пойдет Россия. Но при этом, поскольку Путина волнует не Украина, а противостояние с Западом, или даже точнее противостояние с НАТО и Соединенными Штатами, то в этом плане я думаю, что его принципиально больше волнует не Украина и Молдова, которые для него в конце концов, если ему позволено без вмешательства НАТО просто вот долго и упрямо и нудно разрушать эти территории, то Путин понимает, что это в конце концов вопрос только времени. И что если вот эту войну, так как он ее ведет в Украине, вести какое-то количество лет, то он просто истребит действительно пол Украины, метет все, что попадается на пути, и таким образом эту войну проблему решит. Я вот вы знаете, еще хотела спросить вас как у историка, вот у нас есть опросы на канале, вот в завершении нашей беседы я бы хотела узнать ваше мнение. Сейчас вот пошла такая модная тенденция в Кремле, они постоянно Путина с кем-то сравнивают, как бы вы ответили на наш опрос? Что еще себе присвоит Россия? Возьмет Казань, как Иван Грозный, разобьет Хазар, как Василий, отберет Херсон, как Екатерина, заберет Париж, как Александр Первый. Как вы думаете? Вот вы видите результаты опроса у нас на экране, потому что тут уже это стало мемом, эта тема. Ну, я думаю, что сейчас в самой большой зоне риска, да, как я понимаю, ну, наверное, в самой большой зоне риска находится Херсо, который уже то ли оккупирован, то ли не оккупирован, до Парижа, наверное, Путину далеко, да, и тем не менее в Париж, конечно, российская армия вошла, но, будем откровенны, она была частью серьезной международной коалиции, да, так что я не думаю, что всерьез нам нужно обсуждать Париж, но, понимаете, но восточную Европу нам нужно обсуждать всерьез. Я с вами абсолютно согласна. К огромному сожалению, наше эфирное время вы исчерпаны, и я очень была бы рада, если бы мы смогли пообщаться с вами и в дальнейших наших интервью. Огромное спасибо, что вы всегда с нами на связи.